Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов, за которыми мы следим. Сегодня на повестке экономического календаря заседание Банка Англии, которое начнется в 11.00 по GMT. В это же время будет опубликовано решение по ключевой процентной ставке, после чего мы познакомимся с протоколами, да и, в принципе, с риторикой, которая предполагает обновление прогнозов по росту инфляции и темпам экономического восстановления на ближайшие периоды. Честно говоря, этот релиз, безусловно, станет значимым для британской валюты, и я бы отвел ему изначально статус главного рыночного катализатора в текущих условиях, ну, по крайней мере, для британского рынка, фондовых активов, ну и, соответственно, для британской валюты тоже. За фунтом мы, безусловно, следим очень давно, 1.2614 текущей котировки. Британскую валюту ранее рекомендовал покупать, потому что основная идея была основана на том, что при текущих показателях инфляции Банку Англии придется что-то делать, и причем ему нужно занимать уже куда более проактивную позицию, чем ту, которую он занял некоторое время назад. Если ожидания по поводу повышения процентной ставки оправдаются, то сегодня мы потенциально можем получить движение пары фунт-доллар больше, чем на 100 пунктов вверх. Также сегодня в 12.30 по GMT будет опубликован отчет по индексу цен производителей. Это все разговоры об инфляции в США, компонент, который позволяет еще раз с другой стороны, со стороны промышленников, посмотреть на то, что происходит с ростом цен. И, на мой взгляд, после вчерашнего релиза по основному индексу потребительских цен, сегодня мы можем еще раз убедиться в том, что инфляция в США со всех сторон по всем компонентам снижается. И при сохранении текущей нисходящей тенденции по потребительских ценам можно сделать вывод о том, что у Федрезерва точно есть еще один аргумент, который намекает, мягко говоря, на том, что ему пора завершать текущий цикл ужесточения монетарной политики. Как это повлияет на доллар, мы знаем, что если ФРС все же сделает когда-нибудь, я надеюсь, уже в июне заявление о том, что повышения ставок более не будет, то это станет причиной серьезного давления на позиции американского доллара и его последующее снижение точно ниже 100 пунктов по индексу американской валюты. Давайте подробнее поговорим про индекс доллара. Текущие котировки 101.30. Вчера мы ждали данные по инфляции. И если бы можно было вернуться назад, опять же, до тех пор, пока мы не увидели, как рынок отреагировал на этот отчет по инфляции, я бы, наверное, также мотивировал вас внимательно следить за этим релизом, потому что он действительно очень значим для американской экономики и для оценки того, что может происходить с долларом. Но сейчас, уже когда этот релиз в прошлом, мы увидели всплеск влатильности, да, как первая реакция на выход данных, но в конечном счете торговая сессия по тому же самому индексу доллара была закрыта, в принципе, на тех же самых уровнях, на которых мы этот день стартовали. От этого становится немного скучно, и мы нуждаемся в каких-то дополнительных катализаторах, которые могут раскачать более интересно, спровоцировать более интенсивную динамику доллара, и в конечном счете, если уж говорить про прогнозы, которые были ранее даны, стать причиной снижения индекса американской валюты ниже вот как раз вот этой психологической поддержки в 100 пунктов. Сразу хочу сказать, что, друзья, особо не расстраивайтесь, потому что нам есть за чем следить, потому что в центре внимания трейдеров сейчас потенциальный дефолт, угроза, скажем так, дефолта американской экономики и вот эта внутриполитическая борьба в Конгрессе по вопросу потолка государственного долга. Во вторник Байден провел встречу с лидерами республиканцев, но консенсуса так и не было достигнуто, поскольку стороны остаются просто непримиримыми в плане тех предложений, которые необходимо предварительно выполнить, чтобы был какой-то компромисс. Если вернуться немного назад на истоки вот этой вот встречи, то мы знаем, что Байден призывает фактически поднять потолок государственного долга без каких-либо предварительных условий, в то время как республиканцы настаивают на том, что сперва необходимо значительно сократить государственные расходы, и никто не хочет идти на уступки. Масло в огонь подливает Джанет Йеллен, который возглавляет Министерство финансов США, отмечая, что проблемы с финансированием государственных учреждений могут проявиться уже в начале июня, когда будут полностью израсходованы специальные резервные фонды для исполнения долговых обязательств по госдолгу. И если компромисса не будет, то в конечном счете перед американской экономикой замаячит перспективу вот этой самой экономической катастрофы под названием дефолта. Сейчас недооценивать этот риск ни в коем случае не стоит. Если предположить, наступит ли это дефолт или нет, в текущих условиях я уже даже не знаю, друзья. В текущих условиях все может быть. Опять же, события последних лет доказывают нам, что чем более нереалистичный сценарий, тем более он становится реальным. Что касается отчета по инфляции, вчерашние данные, базовый индекс потребительских цен снизился с 5,6% до 5,5%. Нисходящая тенденция очевидна и в базовом показателе, который не учитывает платильные компоненты на продовольственные товары и цены на энергоносители. Основной индекс потребительских цен снизился также на 0,1% с 5% до 4,9%. И вчера я предлагал вам после отчета по инфляции вернуться к инструменту FedWatch и снова оценить вероятность изменения ключевой процентной ставки. Так вот, по данным инструментов FedWatch, в июне вероятность того, что ставку повысят снова на 25 базисных пунктов, составляет 7,9%. Учитывая, что буквально вчера, когда мы с вами обсуждали перспективы повышения процентной ставки в июне, эта вероятность была около 20%. Что касается июльского снижения, то по-прежнему в районе 35% вероятности. Это значительный показатель, чтобы мы с вами спекулировали на тему того, что американский регулятор все же может дрогнуть. И в условиях банковского кризиса, в условиях потолка государственного долга, отсутствия компромисса по целесообразности, необходимости его поднять, либо даже отмены. Очень много рисков сейчас для американской экономики, которые заставляют все же денежные власти быть активнее в каких-то мерах стимулирования поддержки. И потенциальное снижение процентной ставки может стать этим решением. Поэтому в сухом остатке, как и раньше, у нас очень мощный фундаментальный фон за то, чтобы доллар дальше снижался. Ранее, буквально на прошлом или позапрошлом брифинге, я делал акцент на то, что рейтинговое агентство европейское, ASCOP Ratings, уже поместило рейтинг США на пересмотр с понижением. И я был уверен, что Fitch, Modis и S&P пока что не будут высовывать голову, снижая рейтинг своего работодателя, скажем так. Но вот Modis несколько удивили меня, потому что вчера я видел очень интересную статью, в которой четко было прописано, что угроза дефолта сейчас как никогда высока. Делаем вывод отсюда, друзья, то, что ФРС вряд ли будет повышать процентную ставку. Если ФРС не будет повышать процентную ставку, доллар не будет причин для роста. Поэтому ждем снижения индекса американской валюты. Золото все так же без изменений 2030 долларов за тройкунсу, хотя вчера мы подбирались к планке 2050, наши с вами цели. То, что рынок пытается достичь до этого уровня, это хороший знак. Я думаю, что в конечном счете следующая попытка будет результативной. Тем более, что сейчас весит этот фон геополитики и экономических рисков за то, чтобы интерес рос к золоту. По индексу настроения все так же около 70% трейдеров находится в шартовых сделках, соответственно, действием против толпы. Доллар канадец 1.3379, наши цели 1.33, все без изменений. Британская валюта, как я отметил в начале своего выступления, сегодня ждем заседания Банка Англии. И здесь вопрос даже не в том, будет ли повышена процентная ставка, а в том, насколько 25 либо 50 байсных фонтов. Учитывая, что инфляция в Англии 10,1%, это чуть ли не рекордный показатель, ну чуть ниже рекордного показателя, который был софиксирован несколько месяцев назад. Но это самые высокие показатели среди развитых стран. И на фоне того, как растут коммунальные платежи в Англии, продовольственные цены, я уверен в том, что инфляция сохранит вот этот устойчивый восходящий тренд. И Банку Англии сейчас нужно забыть о рисках рецессии, попробовать сделать все, что он может сделать в текущих условиях. И повышение ставки на 25 байсных фонтов, мне кажется, это ерунда. Сейчас нужно полить из всех орудий. В данном случае нужно повысить ставку на 50 байсных фонтов, и если этот сценарий реализуется, то сегодня мы увидим ставку в Англии уже 4,75%. Еще парочку таких повышений, ну точнее одно, и ставка в Англии сравняется со ставкой Федрезерва. Я предлагаю, друзья, поэтому торговать в Монтом сейчас не как только тем активам, которые заряжены на рост с учетом предстоящего решения по повышению ставки, но и на фоне контраста монетарных политик, тем более, что индекс настроений также сейчас подсвечивает нам хорошие возможности покупки этого инструмента, потому что подавляющее большинство трейдеров находится в коротких позициях. Ждем 1,28 по паре пункт-доллар. И европейская валюта все так же без изменений. После решения Европейского Центрального Банка по ставке и жесткой риторике представителей ЦБ просто нужно ждать, когда евро закрепится выше планки 1,10 и найдет достаточное основание для движения уже цели 1,12. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!